МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Юлия Важенина. Сегодня под конец рабочего дня в Чувашии с визитом побывал министр транспорта России Максим Соколов. Он обсудил с главой Чувашии вопросы развития дорожной отрасли и транспортной сферы Республики. Подробнее об этом мы расскажем в информационном выпуске программы Республика Завтра, а сейчас с другим новостям. Инфляция в Чувашии в первом квартале составила 1,9%, и это ниже, чем по России. Какими показателями отмечены первые три месяца 2016 года, обсудили на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства Республики. Среди основных тенденций первого квартала рост промышленного производства, сельского хозяйства, увеличение темпов роста заработной платы больше, чем на 3%. В промышленности 106,8%, такой же показатель у нас в обрабатке, в обрабатывающей производстве это 106,9%, мы находимся сегодня по приводству федерального клуба, вы видите, на втором месте, вступая в Адмуртии только, и по всем подвидам деятельности у нас уже практически по всем наблюдается увеличение темпов роста. Объемы отгроженной продукции, если в рублях, то это рост 7,9%, почти 8%. Как обычно, в числе лидеров электротехнической, химической и обрабатывающей отрасли, ряд предприятий машиностроения по выпуску спецавтомобилей, автофургонов, силовых агрегатов. Пищевая промышленность продемонстрировала хорошие возможности для импортозамещения. Рост объемов производства на 16%. Больше чем на 3% увеличилась средняя заработная плата, но в то же время выросла и задолженность некоторых предприятий перед своими работниками. Глава Чувашии потребовал принять жесткие меры в отношении неплательщиков. По отраслевому принципу, сегодня официально высветили на слайде, по каким министерствам все эти долги по зарплате, и какая сумма, кто является там директором, нанятым менеджером, появляются бенефициаром, учредителем, и почему не погашают на сегодняшний день долги по зарплате. Отдельно рассмотрели ситуацию с вынужденным отпуском сотрудников концерна тракторные заводы. На ряд других 30 тысяч человек будут задействованы на повышение квалификации и на общественных работах. То есть около 30% работников тракторных заводов будут участвовать в программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке. Еще одно поручение Министерству труда и социальной защиты, чтобы к 9 мая ветераны, нуждающиеся в жилье и стоящие в очереди на этот год получили сертификаты. Об исполнении бюджета доложила министр финансов Светлана Янилина. Собственные доходы республики составили 9,3 миллиарда рублей, и это почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы – 8,7 миллиарда рублей. На совещании обсудили вопросы подготовки к пожароопасному сезону. По словам министра природных ресурсов и председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, никаких проблем нет, готовность всех служб и техники – 100%. Приятная новость. Город Чебоксары по итогам опроса, проведенного аналитиками портала «Домофонд.ру», вошел в топ-10 экологически чистых городов России. Жители столицы Чувашии оценили местную экологию на 7,5 баллов из 10 возможных. В итоге Чебоксары заняли третью строчку эко-рейтинга городов, поделив ее с Нальчиком. Средний показатель по городам России составил 6,6 баллов. Темпы не снижать, соответственно, дальше также работать и создавать красоту и благоприятную и комфортную среду для горожан и гостей города Чебоксары. Елена Кальперина, Рассель Мухаммедов, Республика. Сводки с полей опубликовал Минсельхоз Чувашии. Погода на прошлой неделе несколько скорректировала график пассивных работ. Тем не менее, компания набирает обороты. Республика в полном объеме обеспечена семенами яровых, зерновых и зернобобовых культур. Под урожай 2016 года засыпаны семян около 50 тысяч тонн. 103% к плану. Доля кондиционных семян 96%. Обеспечено дизельным топливом составляет почти 95%. Минеральных удобрений достаточно для подкормки озимых на всей площади. На 22 апреля в 10 муниципальных районах было посеяно 846 гектаров яровых, зерновых и зернобобовых культур. Что касается необработанных земель районами, работа ведется. По данным администрации муниципальных районов, значительную площадь планируется вести в оборот. В Ибресинском районе 3 тысячи гектаров, в Аллатрском 2 тысячи, в Маргаушском 2 тысячи и в более других районах. В Чувашии дан старт акции, приуроченной к Всероссийскому дню посадки леса. На субботник по восстановлению соснового леса, пострадавшего от пожара 2010 года, вышло все правительство республики во главе с Михаилом Игнатьевым. Вместе с министрами в Заволжье побывали и наши коллеги с ГТРК Чувашия. Жаркое лето 2010-го до сих пор напоминает о себе. Но территория горельников потихоньку оживает. Сосны, посаженные два года назад, пошли уверенно в рост. Теперь рядом с ними зазеленеют новые грядки. Использовать будем вот этот инструмент. Называется он меч колеса. Испаковываем веков лесоводы, выращивали леса и используем вот этот надежный инструмент. Вооружившись специнвентарем, члены правительства приступили к посадке. Глава республики призвал подойти к делу со всей ответственностью. На каждом дереве в вашей персональной фамилии будет написано. Потом, соответственно, после проверки, после определенного периода времени, через три месяца будет соответствующий доклад министра лесного хозяйства. Насколько вы жили в вашей деревне или высохли. Сегодня леса восстанавливают и с помощью техники, и вручную. Специалист за смену должен посадить 960 саженцев. На добровольцев эта норма не распространялась. За выходные маленькие сосны появились на 10 гектарах бывших горельников. Всего же в этом году Чебоксарское лесничество подготовило около 500 тысяч саженцев. В этом году мы, наверное, 50% горельников в целом постановим. Это около 5000 гектаров. Остальные 50%, это почти 5000 гектаров в среднесрочной перспективе, но максимум 5 лет, я задачу ставил, мы должны восстановить. Второй год подряд родителям приходится задумываться не только о покупке традиционных учебников и констоваров, но и школьной формы. С 2014 года она обязательна для учащихся средних общеобразовательных учреждений. Собрать ребенка в школу и сэкономить время и силы помогает постоянно действующая Чебоксарская школьная ярмарка. На этот раз в ней приняли участие 8 местных товаропроизводителей. Современный школьник должен иметь форму нескольких видов. Повседневную, парадную и спортивную. Все это стоит недешево. Снизить цены на школьную одежду, предоставить возможность увидеть модели и выбрать ткани. Все эти цели поставили перед участниками школьной ярмарки столичные власти. Мы договорились, что аренда на имплата низкая здесь. Потому что продукция для наших детей в нынешней ситуации, я думаю, что востребована будет. В плане того, что и мы договорились с производителями, что цены не будут завышать. Единые стандарты формы в школах постепенно вытесняют пестрое разнообразие в одежде. Но это вовсе не означает то, что выбор будет сильно ограничен. Я считаю, что это очень хорошее мероприятие в плане того, что можно в одном месте посмотреть форму школьную. Выбрать из всех возможных вариантов, которые присутствуют в Чумаксарах, в Чуваши. Плюс еще также посмотреть, как она сидит на моделях. В Чумаксарах завершился отопительный сезон. Глава администрации столицы Алексей Ладоков подписал постановление, в котором говорится, что в связи с утновившейся теплой погодой рекомендовано отключить подачу тепла в многоквартирные дома. Напомню, что отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура выше плюс 8 градусов. Если же погода ухудшится, теплоснабжение может быть восстановлено. Ресурсоснабжающие организации приступают к комплексной подготовке сетей теплоснабжения к следующей зиме. Сегодня в республике дали старт патриотической акции «Часовой у Знамени Победы». Копии флагов ребятам вручали торжественно во дворце детского и юношеского творчества. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. О том, какой ценой ковалась победа, эти юноши и девушки знают только по рассказам. Каждый из них понимает, насколько важно отдать честь ветеранам. Знамя Победы в зале дворца встречали шесть кадетских отрядов, участники войны и труженики тыла. Знамя Победы, она завоевана больших трудов, больших проблем. Поэтому его надо высоко держать и уволить. Всему миру нужно показать пример, как Советский Союз, как россияне воевали, как они сейчас защищают свою Родину. Передача символов победы «Особый ритуал» – копии знамен до 9 мая будут храниться в школах кадетов. Эту акцию намерены поддержать все школы республики и вузы. У знамен ученики и студенты будут нести постоянную вахту, символ победы пронесут по центральным улицам и площадям районных центров. Так наследники победителей фашизма выразят благодарность своим прадедам за мирное небо над головой. Я очень благодарна ветеранам за победу. У меня эта акция вызывает чувство благодарности. Я считаю, что уважение нашей истории, уважение наших ветеранов, уважение нашей Родины самой – это одно из самых главных черт всех людей, которые живут на нашей Родине. Знаете, когда среди ветеранов сидят твои знакомые, люди, с которыми ты поддерживаешь общение, например, это была одна из моих знакомых, это Агриппина Юрьевна, она участвовала в битве на Курской дуге. И вот, знаете, наверное, весь тот момент, пока мы маршировали, пока мы барабанили, я думала, как бы сделать приятно ей, чтобы она гордилась, смотря на нас. Глава республики отметил, что только благодаря таким акциям в ребятах возможно воспитать патриотов Родины. Дух победы в наших сердцах вообще остается, и мы ценим все это дело, умеем ценить. И мы с каждым годом будем отмечать победу, проводить эту акцию, разные акции, приуроченные к военно-патриотическому воспитанию. Кадеты вручили ветеранам цветы и прошли перед ними торжественным строем. Сейчас они вовсю готовятся к смотрам, а кому-то из них предстоит принять участие в параде победы. Итоги акции «Часовое знамение победы» подведут после 9 мая. Медрик Ковалев и Олег Якимов, Республика. Поисковый отряд «Патриот» из Чувашии отправился на полуостров Крым на вахту памяти. Две недели ребята проведут в полевых условиях на месте ожесточенных боев. Их цель – поиск останков без вести пропавших бойцов 25-й Чапаевской дивизии. Чапаевцы участвовали в ожесточенных боях за Севастополь. Немало чувашских бойцов сложили головы в тех сражениях. Наши поисковики поставили цель вернуть каждого домой. Отряд небольшой, всего шесть человек, но среди них есть те, кто участвует в поисках несколько лет подряд. Люди с большим опытом поисковых работ. Патриот. Ранее они выезжали и в Новгородскую, и в Брянскую область, и в Калужскую область. То есть ребята уже со всеми особенностями и спецификами данной работы уже на «ты». Патриот – это сводный отряд. Туда входят сотрудники службы судебных приставов, а также УФСИНа. Работа поисковикам предстоит нелегкое. Место сражений – граница Севастопольского и Бахчисарайского муниципалитетов, район Микензиевых гор. Каменистая почва, пересеченная местность, особенности климата – факторы, которые замедляют работу. Но по признанию участников отряда, это больше, чем просто раскопки. Как будто бы на 71 год ты уже там оказался, вот реально. Как будто время назад повернулось. И совсем совершенно по-другому. Ты ощущаешь себя просто в таком состоянии, как-то это не передать. Когда поднимаешь бойца, когда внезапно может дождь пойти, буквально 2-3 минуты, он распрекращается, солнце опять. Как будто бы боец тебе говорит спасибо. Патриоты вернутся в Чувашию 8 мая. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. Родной язык – это богатство и культурное наследие народа. На чувашском языке говорят свыше миллиона людей по всему свету. И сегодня, в день рождения народного просветителя Ивана Яковлева, все, кто знают родной язык, разговаривают на нем и любят его, отмечают День чувашского языка. Разработав чувашский алфавит, Иван Яковлев, по сути, создал фундамент для развития целого народа. Вместе с письменностью мы получили возможность сохранить и переумножить нематериальное культурное наследие. А духовное завещание патриарха по сей день остается одной из заповедей. Чтить родную землю, служить русскому отечеству и не забывать родного языка, воспринятого от матерей ваших, так учил Иван Яковлев-земляков. Иван Яковлев является тем примером, как можно любить свою родину, как можно трепетно относиться к своему народу с такой любовью. День чувашского языка отмечается с 1992 года и с тех пор праздник успел обрасти традициями. Среди них единый всечувашский диктант. Третий год подряд носитель языка проверяет свои знания и соревнуются за звание отличника. Сегодня текст диктанта прозвучал не только в учебных аудиториях, но и в эфире национального радио Чувашии. Екатерина Куприна, Леона Алтухова, Расиль Мухаммедов, Республика. В день чувашского языка свой день рождения отмечает и национальное радио Чувашии. Семь лет назад именно 25 апреля впервые прозвучали слова эфирта Чувашьень. Олег Прокопьев, Владимир Егоров, Роза Деменцова, Лея Чернова, Ольга Артемьева и Родион Архипов. Имена этих людей давно известны слушателям волны 105.0 FM. А программы «Присягая родине», «Книга жалоб», «Тепло родного очага», «Узорчатый занавес» пользуются особой популярностью у аудитории. Эфир рассчитан на разновозрастных слушателей. Старшему поколению придется по душе авторский проект Валентины Беловой «Два крыла», рассказывающий секреты долгой и счастливой семейной жизни. Для младых ребят – кащий микс, где крутят современные чувашские песни. А малышам будет интересно Сталина Ерасимовой и ее почемучкой и вечерней сказкой. В течение всего дня в эфире национального радио «Чуваши» звучали поздравления от слушателей. А ведущие в прямой трансляции общались с гостями студии. И вместе вспоминали первые дни вещания, смешные случаи и говорили о планах на будущее. С днем рождения творческий коллектив поздравил министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской республики Александр Иванов. Он отметил важную миссию журналистов – сохранение и развитие чувашского языка. Московский мост, кольцо у рощи, Московский проспект и некоторые другие улицы, на которых обычно большой трафик автотранспорта, минувшие выходные на несколько часов отдали велосипедистам. В Чубаксарах прошел велопробег, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С Красной площади, столицы Чувашии, велопробеги стартуют традиционно, но такого количества участников здесь еще не видели. Зарегистрировалось полторы тысячи человек. Я сегодня хотел получить эмоции, адреналин. Впервые у нас в городе, ну я не знаю, я впервые участвую в городе на таком масштабном событии. Вот, и это очень классно. Народ любит здоровьем заниматься. Вот в последнее время этот тренд идет, и мне очень нравится вот это вот, то, что молодежь больше занимается спортом. Коньки, ролики, бассейн, велосипед – это вообще классно. Среди участников – профессиональные спортсмены и любители. На велопробег приезжали с семьями, даже самые маленькие велосипедисты понимали – это не просто дистанция. Я приехал с папой сегодня на велопробег. Ты знаешь, что такое День Победы? Да, знаю. Это праздник. Что за праздник? Это День Победы над фашистами. В свое время, опять же, когда были еще соцстраны, я всегда смотрел велопробег, посвященный именно Победе. Был такой велопробег по маршруту Прага, Варшава, Берлин. И вот мне очень жаль, что сейчас вот эта велогонка мира, она так и называлась, велогонка мира, что вот пропало это дело. Это же мир, вот, в конце концов, вот этот вот праздник этот, вот. И я думаю, даже надо вот возродить. Та самая велогонка мира последний раз прошла в 2006 году, а затем главный спонсор отказался поддерживать велопробег. Что ж, то в Европе. В Чебоксарах таких мероприятий будет все больше, а условия для велосипедистов лучше, отметил глава города Чебоксара Леонид Черкесов. Он, кстати, возглавил колонну. Когда собрались в оргкомитет и решили, что нужно вот так ярко, торжественно сделать открытие сезона, открытие велосезона. Долго смотрели, подбирали погоду, но вот угадали, сегодня погода действительно замечательная. Мы сейчас планомерно поставили задачу, планово в городе будем делать велодорожки. Ну и сегодня, в этом году будет большое событие, целый современный спортивный комплекс, таких практически единицы в России. Пау Макинбайк откроется в парке 500-летия. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Впереди вас ждет полезная информация. Я с вами прощаюсь. До свидания. Компания Инфолинк – крупнейший оператор связи Чуваши, предоставляющий различные виды телекоммуникационных услуг корпоративным и частным клиентам. В их числе интернет, местная междугородняя и международная телефонная связь, а также кабельное телевидение. Компания Инфолинк никогда не стоит на месте и не перестает совершенствоваться, заботясь о качестве предоставляемых услуг. Компания Инфолинк вступила в Ассоциацию Ростелесеть, которая включает в себя 130 операторов связи из 38 регионов России. Ассоциация создана для совместного развития стратегии бизнеса операторов, технической правоподдержки и пиар-деятельности. Основной целью деятельности Ассоциации Ростелесеть является разработка и реализация комплексов согласованных мероприятий, связанных с перспективным развитием и совершенствованием кабельного и многопрограммного беспроводного телевидения России, непосредственным производством и распространением массовой информации, рассчитанной на общероссийскую, региональную и местную аудиторию. Очередным этапом развития компании Инфолинк считает вступление в апрель в Ассоциацию информационной технологии в Чувашской Республике. Таким образом, в компании стараются передать накопленные знания и получить опыт других организаций, работающих в этой сфере. Кроме того, Ассоциация информационной технологии в Чувашской Республике является стартап-площадкой для молодых специалистов и ученых, которые могут получить благоприятные условия для реализации своих проектов. Своё первое мероприятие Ассоциация информационной технологии в Чувашской Республике проведёт 5 мая 2016 года в Национальной библиотеке. Она приглашает к участию все компании города, всех, кому интересна сфера IT-технологий. Компания Инфолинк также примет активное участие в проводимом круглом столе. Будут освещаться важные вопросы, и мы надеемся на благоприятные, качественные их решения. Всё, что мы делаем, всё, что делает компания Инфолинк и Ассоциация, направлено на то, чтобы предоставлять качественные услуги вам, дорогие телезрители. Редактор субтитров А.Семкин